Вы представляете, как ему сейчас тяжело? Осознаёте, какое тяжёлое решение ему пришлось принять? Да, эта военная операция принесёт много горя многим семьям с обеих сторон. Но её успех предотвратит гораздо большее горе. И он об этом прекрасно знает. Это и является основной причиной одобрения этой военной операции. Его несправедливо обвиняют в развязывании войны, в смертях гражданских и гибели военных. Но мы должны понимать. Эта война развязана не им и не в 2022 году. Но именно он принял решение закончить войну. Прекратить этот дикий круговорот смертей и поставить точку в вопросе статуса Украины. И в этом и заключается несправедливость. Лишь он, да ещё несколько чиновников и силовиков на самом деле понимают, отчего они уберегли мир этой спецоперацией. Конечно, он много раз публично предупреждал. Он говорил об этом в своих обращениях к народу России, Украины и даже Германии. Но разве могут люди осознать и прочувствовать эти слова? Услышать то, что им говорит один человек? Когда их окружение, телевизор и соцсети заполнены красочными, яркими и убедительными картинками про войну. Ведь всегда проще обвинить его, конкретного человека, во всех бедах, не углубляясь в суть происходящего. Никто из нас не сможет осознать, какую беду для всей России он предотвратил. Потому что эта беда уже никогда не случится. Дни минувшего будущего, как сказали бы западные сценаристы. И во всех негативных последствиях меньшего зла, некоторые индивиды будут упорно обвинять его. Не задумываясь или нарочно лишая права на термин «крайняя необходимость». И он об этом знает. И это его груз и его ответственность. И он это принял ради великого будущего России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова